Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Противоаварийная тренировка. Конкурсный отбор для участия в третьем дивизиональном чемпионате профессионального мастерства Реоскилс-2019. Проект «Безопасный город». 29-я Спартакеада Смоленск АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 32 энергоблока, в ремонте 4 энергоблока. Мощность суммарно 27885 мегаватт. Выработка 185 миллиардов 568 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,4% к плану фаз. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-й и 2-й энергоблоки суммарная нагрузка 21005 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок продолжает средний ремонт с ЧЗТК и ПСЭ. Выработка электроэнергии с начала декабря составила 101 миллион киловатт-час электроэнергии. С начала года выработано 17,5 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана 562 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошла плановая общестанционная противоаварийная тренировка. Персонал отрабатывал действия по развертыванию и использованию противоаварийной мобильной техники в условиях зимнего периода. Как подчеркнул заместитель директора Смоленской АЭС Владимир Минин, противоаварийные тренировки регулярно проводятся на атомной станции и являются неотъемлемой частью обеспечения ее безопасной эксплуатации. Целевшей водичной тренировки была проверка разворачивания мобильной противоаварийной техники в условиях зимнего времени, проверка взаимодействия персонала различных подразделений в этом процессе. Ну и также основное, это, конечно, подготовка к ИПУ 2019 года. Ну, я считаю, что те действия, которые сегодня произошли, мы учтем и при подготовке будем учитывать и совершенствовать взаимодействие персонала, ну и готовность самой техники, а также площадок ее использования. В тренировке были задействованы передвижные насосная установка и передвижные дизель-генераторные установки. Эти технические средства поставлены на Смоленскую АЭС в рамках выполнения постфокусимских мероприятий для повышения устойчивости энергоблоков атомной станции к воздействию природных и техногенных факторов. Назначение данных технических средств в случае нештатной ситуации оперативно обеспечит бесперебойную подачу воды из резервного источника для охлаждения активной зоны реактора, бассейнов выдержки, хранилища отработавшего ядерного топлива. Проведение тренировки, формирование порядка подготовки, формирование отдачи команд, взаимодействия между подразделениями отрабатывается в полевых условиях, далее обсуждается и разрабатывается планы мероприятий по устранению тех замечаний, которые возникают в ходе тренировки. 37 специалистов Смоленской АЭС подали заявки на участие в третьем дивизиональном чемпионате профессионального мастерства Реоскилс-2019. Первыми прошли оценочные испытания по международной методике инженеры-конструкторы, дозиметристы, лаборанты химического анализа. За ходом конкурсного отбора наблюдали в онлайн-режиме представители центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и эксперты чемпионата от нашего предприятия. Принять участие в отборе мог любой сотрудник, желающий доказать свое мастерство в профессии и стремящийся к совершенствованию. Специалисты конструкторско-технологического отдела Денис Дроздов, Алексей Гавриленко и Андрей Проявин дебютировали в компетенции инженер-конструктор. Их эксперты Лилия Черных, Юлия Филипова и Семен Сорокин. На оценочных испытаниях нужно было за один час выполнить трехмерные модели четырех деталей различной формы. Исходный материал, чертежи с размерами и общий вид деталей. Временной лимит требовал особой концентрации и внимательности. Отборочный тур в химическом цехе был похож на волшебные превращения. Лаборанты Вера Короленко и Светлана Мозалева быстро и ловко применяли в своей работе колбы, пробирки, проводили измерения и делали записи. Со стороны было интересно наблюдать, как раствор в колбе меняет цвет. На самом деле специалисты выполняли привычную процедуру. Определяли массовую долю кислоты в смеси. Правда, метод по условиям конкурса требовалось использовать непривычный. Потенциометрическое цитрирование. Поэтому заранее готовились, штудировали теорию, отрабатывали ее на практике вместе со своими экспертами. Инженерами Светланы Дерибас и Екатериной Эрзюковой. Постарались максимально наши эксперты подготовить своих подопечных, чтобы они как можно меньше испытывали стресс при проведении тех работ, которые они будут выполнять там. Перечень лабораторных анализов там довольно широк. И он не всегда тот, который проводим мы в своей производственной деятельности. Поэтому мы тоже готовим персонал так, чтобы он мог на месте сориентироваться, что и как ему правильно сделать. По словам конкурсанта, представлять Смоленскую АЭС на столь серьезном форуме профессионалов – большая ответственность. Светлана Мазалева в 2012 году уже участвовала в цеховом конкурсе, стала серебряным призером. Теперь хочет попробовать силы среди коллег с других атомных станций. Приходя на работу, каждый день я пытаюсь узнать для себя что-то новое. Хотя работа бывает одна и та же. Но узнавая что-то новое в методике, что-то совершенствую свое мастерство, выполняю работу непосредственно согласно технике лабораторных работ. В этом конкурсе я участвую для того, чтобы представить нашу атомную станцию, непосредственно мой цех химический на конкурсе, среди других станций. Также проверить свои знания, свои силы, умение работать в незнакомой обстановке для себя. Насколько выдержанная, возможно, для этого даже. Почерпнуть какой-то опыт, познакомиться с опытом других людей, других станций, перенять что-то, может что-то свое им рассказать. Вскоре состоится оценка специалистов в четырех компетенциях – электромонтаж, охрана труда, управление жизненным циклом, сетевое и системное администрирование. Имена участников «Реалскис-2019» по итогам отбора экспертная комиссия концерна «Росэнергоатом» назовет в середине декабря. Конкурсантов и закрепленных за ними экспертов ждет напряженный месяц подготовки. Конкурс пройдет в феврале-марте. Система видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город», установленная в Десногорске в местах массового пребывания горожан, заработала в штатном режиме. Проект, направленный на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Атамграде, стал победителем конкурса социально значимых инициатив Фонда Ассоциаций территорий расположения АЭС. Грант на его реализацию более трех миллионов рублей выделил концерн «Росэнергоатом». Перспектив, конечно, создать единую сеть, и чтобы это все дело управлялось в зону рабочего места. Цель проекта «Безопасный город» – обеспечение безопасности десногорцев, охрана общественного порядка, сохранение инфраструктурных объектов городской среды, соблюдение на улицах правил дорожного движения, а также профилактика правонарушений. Над его созданием при поддержке руководства муниципалитета работали специалисты службы благоустройства и управления по делам ГО и ЧАЭС. Места массового пребывания граждан были определены решением антитеррористической комиссии Смоленской области, и для повышения безопасности этих мест соответственно были выбраны площадки и оборудованы системами видеонаблюдения. Осуществляется круглосуточный контроль ситуации на улицах и на объектах города в режиме реального времени. Облачная система видеонаблюдения в Десногорске объединяет 10 современных IP-камер, которые установлены на Центральной площади, городском пляже и пешеходной аллее возле храма Стефана Великопермского. Видеокамеры круглосуточно ведут съемку в режиме реального времени, отображают информацию на мониторах единой дежурной диспетчерской службы управления по делам ГО и ЧАЭС. В помещении службы в рамках социального проекта был проведен ремонт. Рабочие места оборудованы современной техникой. 30 ноября торжественно закрылась 29-я спартакиада Смоленск-АЭС. В 2018 году в ней приняли участие более 1150 человек – работники и ветераны атомной станции, представители подрядных организаций, САЭС-сервис, САЭР. 10 месяцев они соревновались в 18 дисциплинах. В командном и личном первенстве было разыграно 58 комплектов медалей. Мы сегодня завершим награждение. Поздравим лучших спортсменов, лучшие команды, лучшие подразделения нашей спартакиады. И уверен, что с завтрашнего дня вместе, также дружным нашим коллективом, начнем готовиться уже к юбилейной 30-й спартакиаде работников Смоленской администрации. Сегодня в нашей спартакиаде участвуют именно те, кому спорт дорог, интересен, те, кому важна состязательная составляющая соревнований, доказать себе, в первую очередь, на что каждый из нас способен. Спартакиада завершилась безоговорочной победой реакторного цеха. Команда подразделения лидировала в 8 дисциплинах – лыжных гонках, перетягивании каната, волейболе, баскетболе, бадминтоне, гиревом спорте, атлетическом многоборе с элементами ГТО, гребли на лодках «Дракон». У нее также 4 серебра и 2 бронзы в личном первенстве. 25 медалей разного достоинства. На втором месте – цех обеспечивающих систем. Он дважды становился золотым призером – в питанке и плавании. 6 раз – серебряным и 1 раз – бронзовым. Специалисты подразделения в личном зачете завоевали 14 медалей. Третье место заняла команда «САЭС-сервис», у которой золотые кубки в легкоатлетическом кроссе и спортивном ориентировании. Одно серебро и три бронзы. 8 медалей в личном зачете. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok